Здравствуйте, уважаемые зрители! Уверена, что от предновогодней программы «Встретимся вечером» вы ожидаете чего-то необычного. И уж мы постараемся показать вам места обетованные. Однако Новый год потому самый любимый праздник в году, что он обещает новые увлечения, новые удовольствия и новую любовь к новому ресторану. Где же жить любви, как не в утонченной и чувственной Франции? Однако с открытием ресторана «Ля Мор» она сможет поселиться и у нас на набережной Крещатицкой. Тут ей все будет напоминать о стране художников и красивейших женщин. Ты, я и наша любовь. Казалось, эта волшебная история не имеет конца, пусть даже счастливого. Зачем? Ведь части – это продолжение любой волшебной истории. Вспомним сладкое слово «Ля Мор». Веню, почему «Ля Мор», почему «Любовь»? Прекрасное название для ресторана. Очень просто и понятно каждому человеку. Любовь – это то, что спасает нас от будней, каждый день. Кажется, будто это синее парижское небо смотрит на мощеную булыжником улочку, что ведет в уютные уголки. Там влюбленные могут укрыться от чужих глаз и нашептывать друг другу нежные слова за бокалом бургундского. Взирая с балкона на заполненный гостями зал, их вправду нетрудно решить, что Париж у ваших ног. А за цветными стеклами домиков под черепицей слышится торопливое «Ля Мор». На любви, наверное, строится наша вся жизнь. Так что будем жить и думать о любви. В этом большом трехуровневом заведении никак не скрыться от стрела мура. Золотые купидончики поджидают на всех углах, целясь в самое сердце, чтобы разжечь страсть. Не спасут даже каменные стены, обвитые цветами и лазой. И замечательно, что вот такой маленький кусочек любви, вот этот «Ля Мур» появился у нас в Киеве. Силы для любви гости ресторана «Ля Мур», разумеется, будут черпать в блюдах французской кухни, совершенных, изысканных и волнующих. Их создает талантливый шеф-повар Роман Бондарев, который оттачивал свое мастерство в престижных заведениях Киева, затем при посольстве Бельгии, а недавно вернулся из кулинарной школы в Брюсселе. Семья Англ Сэм Групп задумала свое новое детище как место встречи всех влюбленных, независимо от их статуса Кво. Любовь не знает границ, так пусть же не ведает барьеров и высокая кулинария. Я рада за них, что они прогрессируют, открывают новые интересные места, они похожие друг на друга, со своей атмосферой, но с неизменной публикой. То есть тут всегда встретишь очень приятных, интеллигентных, красивых, умных людей, с которыми очень приятно пообщаться. Это единственный ресторан, в который могут прийти все. Французская кухня, но доступная для всех. И соотношение цена-качество лучше на рынке. Любовные флюиды незримо витают в воздухе, настраивая гостей на романтический лад и заставляют разделить светлую радость тех, кто заслужил взрыв трепетных чувств. Словно невзначай хочется улыбнуться незнакомцу, сказать комплимент соседу, угостить бокалом вина симпатичного человека. И вдруг приходит озарение. А что если ресторан для мор – это дом, где соединяются сердца? Программа снимается при поддержке компании «Оливер», представляющей в Украине лучшие торговые марки Грузии – боржоми, талиани-вели и марани. Плюет любовь, плюет вином. В бокале с золотом играем. И в край, где было рождено, горам Кавказа увлекаем. Потомственный винодел Давид Масурадзе не понаслышке знает, насколько свято место для грузинского крестьянина – винный погреб, где в зарытых глиняных кувшинах квеври из виноградного сока рождается волнующая кровь, влага. По-грузински это марани. Несколько лет назад в городе Тылаве Давид вместе с партнерами возвел свой марани – завод по производству вина. Правда, Тылавский винный погреб даже отдаленно не похож на то место, где его деды-прадеды создавали свои благостные напитки. По оснащению он скорее напоминает передовые винодельческие предприятия Европы и Нового Света. Вина поручаются заботам суперчувствительной компьютерной техники, которая до десятых градусов контролирует температуру внутри цеха и прочие важные показатели, обеспечивая их стабильность. А сейчас я хочу ответить тем скептикам, которые утверждают, что, мол, в Грузии все вино льется из одной бочки и все оно одинаковое. Отнюдь мы находимся в городе Тылаве. Завод называется Тылавский винный погреб. А это хранилище для природно-полусладких вин. Так вот только здесь я насчитала 22 цистерны. И, поверьте, в каждой из них хранится совершенно неповторимый божественный напиток. В бочках из французского дуба возревают благородные сухие вина. И именно эта насыщенная тонинами древесина способна постепенно сгладить угловатые черты юных напитков, обнажив всю полноту вкуса и богатство букета, которыми наделила вину земля Кахетии. И даже консервативный Лондон был вынужден признать грузинских виноделов, когда на всемирной выставке красное сухое саперави от торговой марки Марани получило бронзу. Об этом стоит помнить, выбирая напитки к новогоднему столу. Последние новости о ресторанной жизни Киева читайте также в мужском журнале XXL. В импозантном ресторане «Империя», что расположился в пятизвездном гостиничном комплексе «Премьер Палас Отель», останавливаются гости из разных стран мира, а потому и его меню составляют интернациональные кулинарные жемчужины. Ужин в «Империи» на святой вечер предполагает обилие блюд. И начинают его по обычаю с салата из тыквы, фруктов и овощей на шпажках, различных сыров. Рыба и морепродукты на столе, чтобы до полуночи не нарушать запрет на вкушение мяса. Вот и красуется в прозрачном желе креветки «Больвью» с конфитюром из манго и джинджера. Цветком пламенеет розетте из копченой семки, венчая композицию из креветок и доли кавокадо. Помимо свинины и жареного гуся, достойное место в венке праздничных блюд займет индейка, фаршированная каштанами, как символ изобилия. Так ресторан «Империя» желает католикам счастливого Рождества. На протяжении нескольких десятков лет наше преосвященство приветствовал народ Франции. Многое изменилось с тех пор, изменился и я сам. Мои проделки стали менее жестокие, уже не произношу я более фразу в Бастилию. Я отошел от дел государственных и нашел себе занятие более приятное. Уже 4 года я приветствую народ Украины у себя в ресторане «Ришелье». Но кое-что не изменилось и не изменится никогда. Моя любовь к изысканным блюдам, хорошим винам и уютным тавернам – все это было, есть и будет в ресторане «Ришелье». С Новым годом, мадам и месье! В ресторане «Ришелье» в свете ламп уже гипнотически перемикиваются стеклянные шары и от легчайшего дуновения воздуха покачивается лебяжий пух, как хлопья новогоднего снега. Французский кардинал самолично проконтролировал убранство зала, подобрав прелестные атрибуты сказки для поднятия настроения гостей, чтобы было веселым, взрывным, беззаботным, как сам праздник. От его внимания не ускользнула ни одна мелочь, не говоря уже о банкетных блюдах, которые создавались специально к торжествам. В филигранные корзинки из сыра уложен салат из папайя и креветок под устричным соусом. Распространяют неописуемые запахи, фаршированные гусиной печенью, сочные перепела. Грациозно улеглась на блюдо стерлядь, начиненное лососем и судаком, в обрамлении желированного рыбного бульона. Ну и какой же праздник без торта! И хотя до Нового года и Рождества еще есть время, его преосвященство уже завершает последние приготовления. Приглашены клоуны и Дед Мороз со Снегурочкой, музыканты и стриптизеры. Пусть же гости настраиваются на розыгрыше. Им-то известна склонность кардинала к проделкам. Но уже сейчас к поздравлениям француза присоединяется весь коллектив ресторана «Ришелье». С Новым годом! Памятники бывают разные, из бронзы или гранита. Но могла ли подумать русская женщина Елена Малаховец, когда в XIX веке создавала свои советы молодым хозяйкам, что даже в веке XXI они будут востребованы? А лучшим памятником автору и ее произведению станет киевский ресторан «Корифей». Время беспощадно и к талантам, и к их поклонникам. Но здесь удалось воссоздать прошлое, собрав по крохам антикварные вещи, которые сохраняют дух своей эпохи. Сквозь хрипы граммофона производства братьев Патте, который по легенде принадлежал Бальзаку, пробивается в настоящий голос Александра Вертинского и Петра Лещенко. Завершают же сентиментальную картину Серебряного века настоящие старорусские блюда. Между прочим, «Корифей» – это тот ресторан, где будут рады гостю, даже если он зайдет просто попить чайку и встретит его с мороза горячим самоваром, с ушками да сластями. А если к чашке ароматного напитка заказать творожную бабу с изюмом и облепиховым вареньем, то жизнь покажется медом. А что за чудо? Еще одна сладкая новинка – суфле, начиненная горячим шоколадом. Можете мне поверить, что струдель в ресторане «Корифей» – самый лучший в нашем городе. Это безусловно. Объемистая поваренная книга Елены Малаховец – это верный спутник шеф-повара Артура Гулуева, который бесконечно может черпать из нее интересные рецепты, чтобы пополнять меню новыми блюдами. В декабрьское кружево старинных кушаний вошли салат из языка, что подается в капустном листе, и микс из свежей зелени в лукошке ржаного хлеба, сытные, запеченные под белым соусом бараньи мозги, а также тушеные в сметане почки с грибами. И уж как артистично приготовлен цыпленок, фаршированный гречкой, орехами да коринами потрошками. Так что встреча Нового года озарится покоряющими воображение и желудок блюдами, залихватскими песнями, шоу-программой. Но лучше всего перезвонить в ресторан и обо всем расспросить подробно. Тем более, что пока еще осталось несколько свободных столиков. Ресторан «Мамбо» – это огромный беззаботный континент, где смешались самобытные культуры и разноликие кухни. И если среди карнавальной кутерьмы экзотических ритмов и красок обжаривается на вертелах сразу 12 видов мяса, значит, заказано родизио – бразильское блюдо и одновременно оригинальная церемония. На него способен решиться только настоящий мачо в полном расцвете сил и с достойным уважением, аппетитом. Запыхавшийся картадор мечется от стола к мангалу, поочередно доставляя гостю филе индейки и свиные ребрышки, куриные сердечки, телячью печень. Вкус мяса разбавляется жареной фасолью, рисом с шафраном. Правилами игры в «Мамбо» предписано воздержаться от желания схватить кусочек с чужой тарелки, даже если рядом сидит закадычный друг. Иначе на столе появится вторая порция родизио, которую придется съесть и заплатить по счету. Три соуса еще шире раздвигают горизонты мира вкусовых ощущений от колбаски, чуризо и индейки в беконе. Куриных бедрышек и филе. Специальный маринад для каждого вида мяса по секретным рецептам дома Серджио делают это ассорти не похожим ни на одно блюдо из семейства шашлыковых. Если же на безразмерную порцию вдруг не хватит сил, конечно, всегда можно сказать «стоп», положив конец беготне картадора. Но будет мучительно больно прервать парад мясных вкусностей, не отведав телятины на косточке или нежной вырезке. А самая вкусная перепела и бараньи ребрышки вообще припасены для завершения трапезы как награда самоотверженному поколотителю мяса. Давайте будем откровенны. Но кто из нас под Новый год не загадывает желания? И дела сердечные в том заветном списке разве не на первом месте? И неважно, мечтаете ли вы в наступающем году выйти замуж, развестись или встретить свою большую любовь. Важно, чтобы вы знали, что в Киеве на Абалоне есть ресторан «Ромео», само название которого обещает гостям содействие в личной жизни. Хотя облик заведения словно хранит древние античные следы, что слегка истерлись и осыпались за многие века, кухня ресторана «Ромео» – это постоянная динамика и обновление блюд. В декабрьском меню появился салат с конвертиками из лосося, что лежат на кусочках киви и помидоров. Залиты желе – ломтики куриного рулета, фаршированного грибами. Ну а слоеные рогалики – это же хрустящая обитель жителей моря – мидии, осьминога, креветок и кальмара. Кусочки осетрины так переплелись на гриле с лососем, что образовали хитроумный рыбацкий невод. И красуется икра на горке спагетти со сливками, а тепло блинчиков с апельсиновым соусом, встретив отпор шариков мороженого, подгоняет гостя не медлить с трапезой. Но то ли еще будет на Новый год, когда в полную мощь засияют разноцветные огоньки и колокольчиками зазвенит задорный смех. Если же кто-то из гостей обнаружит в своей пицце серебряную жемчужину, то может считать себя везунчиком и смело направляться к бармену, который приготовит ему бесплатный коктейль. Пицца Йола ни на минуту не покинет свой пост возле печи и вместе с другими холостяками из Ромео приготовятся выполнять кулинарные прихоти гостей. А купив билет, каждый может рассчитывать на обильный стол с шампанским да прочими напитками, закусками, фруктами, пирожными. Будет и карпаччо из семги, и коктейль из тунца, и лосось, что составил новогодний дуэт с картофелем Гротан. А еще в долгожданную ночь в ресторан Ромео приедут певцы, музыканты, фокусники. И все это от безмерной любви к гостям ради исполнения их самых сокровенных желаний. Программа снимается при поддержке компании «Оливер», представляющей в Украине лучшие торговые марки Грузии – «Боржоми», «Толиани Вели» и «Марани». Новый год, он и в Аргентине Новый год, а стало быть в таверне «Лясадор» тоже. Там полным ходом идет подготовка к празднику, и шеф-повар Хосе Антонио Руиз священно действует у гриля над мясом. Необычные гарниры и сладкие соусы, задуманные им, как своеобразные поздравления для гостей. Курица с рисом, приправленным изюмом и курагой – пожелание удачи в погоне за птицей счастья. Свинина с яблочным пюре – обещание сытой жизни, а баранина со сладким гранатовым соусом и виноградом – намек на грядущую беззаботность. Новый год по-аргентински здесь, в таверне «Лясадор», обещает быть похожим на карнавал. А еще будет много жареного мяса по саду в исполнении шеф-повара Хосе Антонио. В уходящем 2002 году он столько раз принимал участие в программе «Встретимся вечером», что для большинства зрителей стал прямо-таки близким и родным человеком. А теперь он поздравляет вас с Новым годом. Фелис Аньо Нуево. Фелис Аньо Нуево. Фелис Аньо Нуево, сеньоре. С Новым годом. Все знают, где находится город Ирпень. И уже очень многие знают, чем он знаменит. Это элитный клуб «Адмирал». Здесь царство красоты и покоя. Струнами тянутся к небу стволы сосен, наполняя воздух терпкими запахами смолы и хвои. В отеле комфорт и элегантность сочетаются с изысканностью блюд уютного ресторана. И здесь же на территории клуба строится легкий дымок над огромным теплым домом, что сулит приятные радости русской бани и финской сауны. Сюда едут, чтобы возвратить себе бодрость духа и тела. Местный банщик – медик по образованию и жару поддаст, и пару. А потом березовым веником по спине так умело пройдется, что появится неописуемая легкость и молодецкая удаль, как после хорошего массажа. Можно предаваться наслаждению сухим теплом финской сауны, испытывая на себе колдовское действие скраба по рецепту все того же Андрея. А какое блаженство – окунуть разомлевшее тело в прохладные воды бассейна. Вот оно, безоблачное счастье, в фонтане брызг, за столом, где пенится в бокалах пиво и громоздятся на тарелке раки. Банное меню в Адмирале – это верное искушение поддаться чревоугодию. Разве устоишь, глядя, как смачно поблескивает свиная голяшка, изгибается копченый угорь, пряно пахнет селедочка и томятся ломти куриного рулета. Но если вдруг покажется, что съедено слишком много, никогда не поздно дать выход энергии в танцах или отправиться по заснеженным тропам, радуясь счастью быть самим собой. Загородный отдых тем и приятен, что можно прямо на морозе жарить ароматное мясо или возле проруби, которую храбро брастят моржи, хлебать божественную ушицу или ядреный хаш с чесночным соусом. А слабона коня, ишь, как нетерпеливо перебирает копытами. Живительный воздух, банька, здешний покой творят чудеса и дарят здоровые удовольствия, которые ну никак не назовешь дорогими. А аренда банного домика с 10 утра до 3 часов дня в будни и вовсе обходится дешевле обычного на 25%. Это же сказка, которую не хочется покидать, и имя ей клуб «Адмирал». Под Новый год как не вспомнить старый тост про совпадение желаний и возможностей. На восьмой этаж бизнес-центра «Киев-Донбасс» в ресторан «Конкорд» поднимаются все, у кого желание расслабиться среди мягких подушек и мерцания свечей, совпадает с возможностями поваров «Конкорда» радовать и удивлять. К традиционным японским суши в этом ресторане уже привыкли, а вот креативный ролл с французскими сырами и финиковым соусом – это новогодний сюрприз. Так же, как и тартар из лосося под соусом «Кимчу» из редких восточных трав и обжаренная филе осетрины в паприке. А в новогоднюю ночь в «Конкорде», как всегда, восторжествует согласие между ожиданиями гостей и тем невероятным праздником, который для них готовится. О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух! И пусть не каждое открытие достойно Нобелевской премии, ресторан «Нобель» открывается достойно. Бывший кинотеатр Водотина изменился до неузнаваемости и превратился в еще одну модную точку Киева. С прозорливостью великих ученых-владельцы, кажется, сумели разгадать формулу, по которой был создан оригинальный интерьер. Модернистский, без витиеватости и подчеркнутого пафоса, он не обременен оформительскими деталями и сложными цветовыми решениями. Подходящая обстановка для того, чтобы состоялось открытие себя самого. И потому 12 декабря киевский бомонд спешил сюда с поздравлениями в честь открытия и разведывательной миссии. Сначала все попадали в руки режиссера, и уже потом проходили через строй официантов, которые предлагали отведать угощение. Закуски на шпажках, воздушные эклеры с кремовой начинкой, куриный рулет и спаржевые палочки с семгой. Но, конечно же, глаза публики были в первую очередь устремлены на аппетитного молочного поросенка и фаршированных рыбин. Все это разносолы от достаточно известного в Киеве шеф-повара Франко. Система подиумов позволила разграничить ресторанную часть зала и барную, где пунктиром прочерчена стойка. За ней гости с пестиком на шее могли толочь водку в ступе, без ограничения опустошая бокалы. И на фоне всеобщего возбуждения, обмена мнениями и увлеченного поглощения закусок впечатляющее шоу за стеклом, где цвет и музыка, дополняя друг друга, создавали нерукотворные узоры праздника. И сколько бы воды не утекло, гостям ресторана Нобель доставит удовольствие всякий раз открывать его, как в первое свое посещение. И одновременно он будет Нобелевской премией тому, кто из длинного ряда ресторанов выбирает лучшее. Да, эти розовые мраморные ступеньки хорошо известны всем гурманам нашего города, потому что ведут они в обеденный зал ресторана «Сюрприз». Но сегодня все будет еще более загадочно и интересно, потому что сейчас перед нами откроется окно в Париж. Сюрприз перестал бы быть самим собой, если бы не таил с точки зрения гурмана столько интриги и обещания свежих впечатлений от доселе неиспробованных блюд. Смена команды поваров дала толчок к красивому кулинарному маневру и полному обновлению меню. Теперь украинская столица сможет открыть для себя изощренную поэтику блюд, уже покоривших Париж. Подлинный европейский фьюжн, сотканный из французской классики и ярких нитей креатива. Автором изысков является известный во Франции человек Бруно Тюрбо, создатель собственной кулинарной школы, шеф ресторана Клавис, что удостоен двух звезд Мишлен. А с недавних пор мэтр возглавил работу кухни ресторана Сюрприз, взяв себе в помощники известных в Париже поваров Стефану и Андре. Обычно у звезд берут автограф, но у господина Бруно, у господина Стефана и у господина Андре лучший автограф – это их розчерки соуса, розчерк крема, которые отныне на тарелках и здесь, в ресторане Сюрприз. Достаточно бросить беглый взгляд на канапе, чтобы понять, грядет гастрономический переворот, продиктованный модой и изысканным вкусом. Некоторые миниатюрные лакомства легко представить в виде самостоятельных блюд не на банкетном, а на обеденном столе. Ну что ж, хотим мы этого или нет, но именно здесь, в стенах ресторана Сюрприз, рождается высокая кулинарная мода нашего города, и здесь формируется особый изобразительный язык. В горячие закуски в Сюрпризе не применули включить любимое французами пармантье из мяса лягушки. Укутанное картофельным пюре и соусом-кремом, оно подкупает своей нежностью. А обольстительный крем из артишока со сливочной кнелью и черной икрой вполне способен заменить хороший аперитив. Вкус королевских креветок и рыбы дорадо давно околдовал ценителей, но необычная авторская подача этих блюд возносит их на еще более высокую ступень гастрономического искусства. Запеченный скаперсами и маринованными томатами биф обдает сильным дыханием пряные приправы, сохраняя право на вкусовую сдержанность за равиолем из картофельного пюре и начинкой из зелени. А уж о десертах и говорить не приходится. Нежная розовая пролине, идею создания которого, новее ли Бруно Тюрба воспоминания о любимом в детстве нормандском креме, оттеняет черный шоколад. Это сладкое наваждение, ко вкусу которого хочется вернуться еще и еще. Такие ложки подаются во Франции ко всем блюдам, у которых есть соус. Наслаждение же ароматной запеченной груши Вильям, янтарно-прозрачной, с обворожительным сорбетом будет полным, если палочки бисквита обмакнуть в шоколадный соус. И все эти вкусные сенсации – звучный финальный аккорд в честь уходящего года и увертюра к новому витку успеха и ошеломления. Чтобы ощутить всю прелесть украинского ресторана «Щиковица» и понять, чем он пленит публику и почему ходит у нее в любимцах, достаточно зайти и побродить по его колоритным залам, подышать. И вмиг нахлынут воспоминания. Зима, детство, каникулы, бабушкина хата. Стол покрыт белоснежной скатертью. Вышивка на рушниках и подушках излучает тепло человеческих рук. Аромат пирогов и новогодней елки хранятся, как святыня в душе каждого из нас. Поэтому сама обстановка ресторана «Щиковица» способна умиротворять и исцелять душу. Поскольку же Новый год – это не только праздник, но и грань, за которой остаются старые проблемы и старые переживания, в полночь нужно быть в таком энергетически чистом месте, как «Щиковица», где встретят радушно, накормят вкусно и от души. В новогоднюю же ночь повара обычно превосходят сами себя. И рядом с традиционно смачными красуются прямо-таки царские банкетные блюда. Поют в «Щиковице» так, что и слезы подступают к глазам, и ноги сами идут в пляс. Ведь в песне все как в жизни, а в жизни всегда есть место празднику и неожиданным сюрпризам. Так в новогоднюю ночь в ресторан «Щиковица» заедут звезды российской эстрады. А почему нет? Ведь приезжая в Киев с концертами, они все непременно ужинают в «Щиковице». Здесь, в замечательном ресторане «Щиковица», где так щедро наливают на коня, мы и попрощаемся с вами, уважаемые зрители. Я пожелаю вам удачно выбрать место для новогоднего торжества, чтобы вам было весело, вкусно и праздник запомнился. Ну а в уходящем 2002 году мы с вами еще встретимся вечером в лучших ресторанах Киева. А пока, до свидания.